приветствую всех так покажу сейчас одного из представителей моих любимых быстрорезов ну то есть быстрорезающих стали или high speed steel как их там по импортному называют значит это у нас быстрорез к 390 значит здесь в троечке чуть меньше 2 и 8 2 и 8 толщина клинка ну так чтобы не много и не мало томми карта че это модель крым в размере 100 130 по моему она придется померить счет я как-то не подготовился по быстренько мы сейчас раз ну получается если по нижней части вот по кромке а то где-то 120 125 там до 125 ну да это 125 грубо говоря ну что и заготовка было 248 по 250 в общем общая длина 250 ножа здесь у нас винты корби здесь у нас отверстие подтемлячное не стала ставить некую трубочку мне вот там человек написал перед перетираются эти ну когда много пользуюсь с этим темляком она тебя постоянно с ним наматываю на руку пользуюсь там при разделке трубочка перетирает какая по на там не было перетирается паракорд точнее перетирается трубочкой там острых граней чтобы не было я сделал попробуем так ну я не знаю это он на основании своего опыта или на основании пользования ножом моим честно говоря я это фотографий никаких не прислал ну как бы я себя отложил думаю надо попробовать может действительно какой-то этот ну тогда тут поспокойнее по свободе ну тут надо может это не такая суть как кто-то вообще этим не пользуется так что важно это не важно ну так обратил внимание что это до этого не делал чего можно сказать по этой железке но это к 390 и в принципе можно на этом очень агрессивная железка вот 50-40 начинаешь формировать кромку и уже у тебя какая-то пальчиком вот так вот это попробовать да как мы любим тык тык уже это дело надо очень аккуратно делать иначе можно пальчик раскроить так мало не покажется вот я следом там точил нержавейку да вот с 90 вида она тоже шикарное железо она к тому же еще не нержавеющая но такое весе конечно как на на порошках на этих быстро ищих я нету у меня спрашивали там и я этот всегда топлив за кпм 53 и к 390 принципе они очень близки да но спрашивали какая лучше я чесно ряне не знаю как я лучше по мне чем-то порезать какую-нибудь бумажечку чек какой-нибудь ну то есть вот таким вот образом она режет сейчас попробую чуть-чуть буквально построгать тут особо не буду ну как чуть-чуть по всей длине да ну попробую стойкость а то мне говорили что и по один раз там попадает мне всякие конечно бывает разные пишут вещи ну как правило тема скорее всего кто не никогда ими не работал но бывает интересные вещи пишут поэтому дескать такие стали попадают по кромке и там мой клуб по кости ну вот я попадаю по кости режу и даже можно сказать дорог ничего никуда не крошится не не выпадает не лопается там я не исключаю что такие варианты возможны ну тут вопрос на на скорее в термичке вот тут сведение как говорится уже куда куда тоньше просто не буду сильно его это нагружать нашему протравлен товарный вид что не портить вот а тут ничего протирается все но все равно о чем это я рассказывал да если проблемы с термичка есть вот такой она она не исключено а так тонкое сведение хорошая сталь это залог качественного реза если хорошая ты вот будет еще и резать долго наваливать с таким сведением можно но не нужно то есть даже если там по ним не будет скола или он будет это уже очень ничего не говорит вот выше вот этой нагрузки у него этого ножа не должно ничего быть и и такая сомнительно что будет кто-то будет там резать ну вот попали мы словно реимитируем попадания на кость она протереть хорошенько тону как налипает пальчик цепляет ну короче так все очень увидим попробуем бумажку порезать к я помню протер хорошо что не подготовился как она была взять вот как видим да тут в кадр попасть и просакивается не попасть неудобно держать ну нету никаких заминов сколов разваливает он ну так оно и должно быть я честно не потому что там хочу кого-то поразить она что так и должно быть ну а по поводу лучше хуже купим 53 или к 390 по состава не очень близки тут еще кобальт есть возможно он и дает такую даже еще больше первичную агрессию то есть как мне показалось но опять же это все такое субъективно мне показалось что чуть-чуть первичная агрессия такая еще выше чем к пим 53 возможно кобальтом носит какие-то свои эти ну а по остальному плюс-минус то же самое кто-то отдает предпочтение но мне привычнее скопим 53 но мне кажется тут это как близнецы братья почти разные производители и все остальное но в общем любом случае стали это очень достойно хорошая ну а ножичек вот такой травление сделано вот таким вот образом двухслойная ну заодно как бы и чуть бодрее нож выглядит и защита что я все-таки такие стали советуют травить ну и травится она получше кстати чем к пим 53 хорошо это или плохо не знаю ну и такая микар то винты корби как я сказал да если тоже попрочнее это получается и на клею и на соответственно стяжных винтах на поэтому по размерам я сказал по стоимость на стоимость ножа 19000 все там контакты внизу будет в описании подписывайтесь там на телегу на она потому что я этот на очередном витке нахожусь развития этих противостояний этих всех ну то есть чему это ютуба у меня я уже смотреть ничего не могу тут недавно еще было я вообще смотрел без проблем только об этом сказал и мне сразу его отключили считаем так сейчас уже никакими приблудами там что-то ничего не выходит так что подписывайтесь а то скоро ну пока еще видео я выкладывать могу что-то интересное могу зайти на свой канал выложить туда показать себя могу а посмотреть ничего не могу ну вот так как-то так что подписывайтесь а то это не исключено что тут вообще пропаду я ну если так важно и нужно и нужно еще до покажу ноженки такие вот ноженки здесь я паракордик подвязал и этот клипсу если надо то значит с клипсой вот такого плана ну пока все пока все пойду дальше работать как раз на очереди вот купим 53 сегодня буду сейчас делать там и что-то еще там у меня есть ну в общем скоро все будет все всем спасибо всем пока